Хорошо быть молодым в душе, хоть и сил мало, но как душа торжествует, лучшего нет. Я послушал сегодня некоторые проповеди, я услышал такое в душе, что есть борьба. Благодать Божья, как бы это сказать, она есть обидчивая. Когда мы ее обижаем, она не действует. Истину Божию мы слышали через пророчество. Что она как бы попранная, ищут ее, но найти ее трудновато, потому что они правды не делают. Истину Божию сберечь и благодать Божию сберечь. Это старание всей нашей жизни. Именно всей. Как трудно сберечь все, что Бог дал. Как трудно прожить в благодати Божией. Я прочитаю пару стихов из Слова Божьего. Спасибо, что брат Василий меня не ограничивал. Но я буду стараться коротко. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра мы отправимся в такой-то город и проведем там год, будем торговать и получим большую прибыль. Ведь вы не ведаете даже, что случится завтра, так как подобны туману, появляющимся ненадолго, а потом исчезающему. Вместо того, вы должны всегда говорить, если будет на то воля Господа, и мы будем живы, тогда сделаем то или другое. Вы же лишь заноситесь и тщеславитесь, и всякое такое тщеславие – зло. А потому, если вы знаете, как поступить правильно, но не поступаете так, то повинны в грехе. Прочитал я это Слово Божие, которое не всем нам доступно и понятно. Я постараюсь коротко вас предупредить, потому что сам когда-то был предупрежден Богом, и теперь сейчас предупреждаю вас. Есть написано так – берегись забыть Бога твоего. Берегись забыть Бога твоего. Потому что когда попадешь в несчастье, когда ты попадешь в беду, и забыть Бога твоего, тогда кто тебя спасет? Кто, скажи. Кто спасет? Я видел одну женщину. Я не говорю, что она забыла. Она крепко помнила Бога своего. Долгое время я ее не знал, но когда она приехала ко мне, один человек взял под руки и привел ее, и говорит, «Брат, что делать?» Врачи говорят, нужно операцию делать. У нее в животе двое детей, один мертвый, другой живой. И нужно делать операцию. И убить того живого ребенка. Но я же боюсь Бога. Но как мне выйти с этого положения? И я так себе походил по дому, подумал, сказать ей, пусть делать операцию? Ну, это ж невозможно. Или женщина, не делая операции, но там же разлагается ребенок, и будет заряжение крови. Потому пришла такая мысль. Пришла как стрела у меня в разуме и моем сердце. Это был Дух Святой. А что Бог не может сделать? Что Бог не может сделать? Я говорю, женщина, становитесь на колени и отдавайте в руки Божьи. Бог что-то сделает. Встаем на колени, я говорю, Боже, ты один знаешь только, как это сделать. Вот так сделай, того мертвого дитя забери. А живой пусть останется. Ты знаешь, как сделать. Аминь. Все. Иди домой. Никуда не ходи. Пей, ешь, пей и будешь радоваться. Это было где-то в декабре месяце. Или не, в ноябре. Пятого января приезжает ее муж ко мне и говорит. Мама наша тяжко болеет. Большое давление у нее. Поедем к моей маме. Город Луцкий. Мы поехали. Но знаете что? Моя жена родила. Да все женщины рождают. Что ты, брат? Но моя родила. Вы забыли? Там двое было. Один мертвый, второй живой. Живой родился. А где тот делся? Столько проверяли по компьютерам. Есть много снимков. Но где делся тот ребенок, никто не знает. Вот так Бог может делать. Тем, кто надеется и верит в Него. Больше тем, кто верит в Бога. И неизменно выполняет Слово Божие. Вот что я хотел вам еще сказать. Я говорил. Берегись, чтобы не забыть Бога твоего. И вместе с этим, в Новом Завете. Шестая глава евреям. И мне очень приятно слышать такие слова. Когда Аврааму говорил Бог. Такие слова. Благословляя, благословлю. А дальше? Размножая, размножу тебя. Как песок на берегу моря. Как звезд на небе. И здесь две борьбы. И я уже не хочу сильно распространяться. Но вы уже догадываетесь. Как это жить в этом мире. И как это тяжело. Некоторые говорят. Не могу больше. Может умереть. Надежда на Бога пропала. Бог уже не есть опорой. Скажите. Нас родила благодать Божья. Которая есть сила наша. Мы ее не видим. Но пытаемся. Питаемся ею. Как вкусное молоко у нее. Слава Богу. Какое вкусное молоко у нее. И кто пьет это молоко, никогда не упадет. И какой бы старый ты ни был, тебе будет легко. И будет легко жить. Но препятствий очень много в жизни. Вы знаете, есть очень много людей. Можно сказать, я не считал их. Но их душа томится. Очень томится. В грудях тяжело. В голове шумит. Болит голова. Не знаю чего. Но так тяжко жить. И такие мысли жаждут смерти. И вот эти люди, которые оставили благодать Божию, они пошли по течению этого мира. Знаете, есть приманка такая. Рыбак, когда ловит рыбу, он ставит приманку. И он поймает эту рыбу. Вот так и дьявол. Наш враг. Который есть среди нас. И он словил очень много наших людей. Кто им поможет? Скажите мне. Кто может помочь таким людям? Скажите. Бог? Тогда верьте Богу. Подчиняйтесь Его Слову. Верьте Его Слову. Живите по Слову. Потому что Бог всегда поможет. Никого не оставит. Я вчера имел встречу с одной девочкой. У вас, наверное, много учатся на компьютерах работать. Правда? Много ездят и работают на компьютерах. Это такая зараза сатанинская. Вы не знаете еще. И там она на компьютере в карты играет. Там можно и душу продать. Знаете? Это я напоминаю. Этот человек попал в такую тьму, что выйти не может. Как бы я хотел вернуться и иметь то, что имел от Бога. Три года, как я покаялась. Как мне было хорошо и приятно с Иисусом жить. Чего же ты пошла туда? Почему ты стала делать то, что Бог не говорил делать? Забыла Слово Божие, а я уже читать его не могу. Не дает. Вы поймите, что наш Бог так любит, но так любит, безмерно любит. И мне жаль стала эту девочку молодую. Я ей немного проповедовал. Мы стали на колени помолились. Стали молиться. И эти все сатанинские узлы, Кашпировского, какие там были у матери и у нее. И это зло все, которое было у нее, вышло моментально. Засияло лицо. Светло стало. Слезы летят в глаз. Как хорошо. Как радостно. Слава Богу, братья и сестры. А сколько людей стоит прямо сейчас, которые подобны этой девочке? Кто спасать будет их? Скажите, Бог, а не через людей? Кому-то нужно молиться, кому-то нужно просить, кому-то нужно стараться ради них. Покажите мне докторов тут. Тех санитарок тут. Покажите мне их. Я хочу видеть их. Чтобы они спасали людей, бедных, несчастных, которые попали в сети врага. Куда не пойдешь, там кто-то быстро помолится короткой молитвой. А что случилось? Помог Бог или нет? Сходите домой. Я прочитал сегодня вам Слово Божие, которое нас так крепко провоцирует. Мы думаем, я видел людей в благодати Божией, я вижу людей сильных, но сегодня я их не вижу так. Где же делись? На год уеду за работой, там я читал так. Привезу что-то, потому что надо. Кого поставил вас тут живущих на земле, надеющихся на Бога? Кого оставил? Никого. Хлеб есть? Я знаю такого брата, который говорил мне. У него было десяток детей. Я его видел на прошлой неделе, он приезжал ко мне поблагодарить Бога. Он был крепко связан с злым духом. Очень был занят. У него 15 детей. Представьте себе, как они так быстро разрослись. Его жена говорит, раз тройнято, два раза двойнято, потом по одному. И так случилось. Смотрите. Забыл ли Бог их? Он мне говорит так. Я еще не прожил так, чтобы ни одной минуты, что в моем доме не было сала. Я еще и не прожил и минуты такой, чтобы не было хлеба. У меня всего хватает во всем. Бог меня благословил. Но я больше верен и благодарен Ему за то, что Он меня исцелил. Я был уже в долине смертной, и Он меня исцелил. Из-за этих всех Его детей Он всегда звал меня на свадьбы. Хоть я и не был, но был рад. Слава Богу! Бог наш не молчит и сегодня в этом собрании. Он нас позвал сюда, на это большое собрание. Зачем мы приехали? Чтобы мы вам сказали, что есть сила у Бога. Последний раз, последний раз Быть может, слышишь ты рассказ О Сыне Божьем О Сыне Божьем Открой же дверь и сердце мне Не говори Христу теперь Приду попозже Приду попозже Воспоминаниями Вдруг сердце опалит Огнем и души Дней неумолимо И вспомнили И спут И где-то там Углубь Подмолится И шепчет Наше имя Последний раз Последний раз Ты, может, слышишь Ты рассказ О Сыне Божьем О Сыне Божьем Открой же дверь и сердце мне Не говори Христу теперь Приду попозже Приду попозже Воспоминаниями Как добрый проводми Отводит нас Спасенью Силой Божьей Простой молитвы Приду попозже Приду попозже Приду попозже И вспомнишь И вспомнишь Ты в последний раз Простой евангельский Рассаз О Сыне Божьем О Сыне Божьем О Сыне Божьем О Сыне Божьем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин